Фасад цирка уже постепенно преображается. Старые витражи меняют на новые, более прочные и современные. Большая часть работ завершена, но финансовые трудности задерживают окончание реконструкции фасада. Директор цирка Геннадий Хромеев детально рассказал главе региона о том, какие работы уже проведены и в чем причина при остановке реконструкции. В итоге Николай Денин потребовал от ответственных лиц в кратчайшие сроки разобраться с возникшей проблемой, рассмотрев все возможные источники финансирования. Вот нам надо всем, я уже не раз об этом говорил, в первую очередь чиновникам набирать обороты в ответственности и оперативности работы. В первую очередь бюджеты все посмотреть, где что можно для того, чтобы мы вот за этот месяц-полтора, во всяком случае, сделали, чтобы можно было там зимовать. Более того, губернатор потребовал разработать поэтапный план реконструкции всего комплекса, чтобы в дальнейшем подобных сложностей не возникало и все выполнялось в установленные сроки. Ну и определились, что в течение следующих трех лет при принятии бюджета мы договорились с руководством и Росцирка, что мы будем участвовать, это имущество федеральное, не наше, в финансировании этого объекта при условии выделения источников на ремонт данного объекта с федерального бюджета. И мы должны в том числе выдерживать свои договоренности. Объем предстоящих работ огромен. В первую очередь ремонтируется самое необходимое. Этим летом, по словам директора, сделано самое важное – конюшня, где содержатся животные. Сейчас вот здесь работал народный артист России Виталий Тихонов. Он сказал, что у нас конюшня как бы лучшая в России. На очереди замена коммуникаций, обновление зрительного зала, осветительная аппаратура, которая уже давно пришла в негодность. В гостинице отремонтирована кровля, но номера пока остаются далеко не в лучшем состоянии. В следующем году планируется финансирование со стороны Росгосцирка, выделение финансовых средств. Здесь, этим летом, была генеральный директор Росгосцирка Халилова Фраздана Рахимовна. И она, как бы так, во всеуслушание, даже сумму объявила, будет выделено в следующем году порядка 150 миллионов рублей на проведение этих самых ремонтных работ в цирке. Это позволит значительно преобразить главную арену города. Екатерина Зойдина, Александр Егоров. События. Брянск.